МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто пойдет на выборы, когда городские власти уберут нелегальные свалки и сколько человек получает льготы в республике? Об этих и других самых заметных публикациях прошедшей недели мы расскажем в новом выпуске обзора прессы. Здравствуйте! 22 мая в Чувашии пройдет, пожалуй, самое знаковое политическое событие первой половины 2016 года. «Единая Россия» проведет так называемое предварительное голосование. Газета про город рассказывает о том, кто будет принимать участие в этом событии. Одним из первых кандидатов от «Единой России» стал секретарь Чувашского отделения партии Николай Малов. Пакет документов, обозначенных регламентом, в специальную комиссию он подал еще в марте. «Это непростое решение, накладывающее на меня большую ответственность. Прежде чем подать документы для участия в предварительном голосовании, я посоветовался с коллегами-однопартийцами. Их поддержка для меня явилась во многом определяющей», отметил Николай Малов. На неделе к нему присоединился глава города Чебоксары Леонид Черкесов. «Я чувствую поддержку избирателей, чувствую в себе силы бороться за интересы жителей республики, но для начала необходимо победить в предварительном голосовании. В этом случае я готов принять участие в выборах в Государственную Думу», рассказал Леонид Черкесов. Кто еще будет принимать участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» и где можно посмотреть дебаты участников голосования, читайте в газете «Про город». За сходом снега, горы мусора, констатирует газета «Чебоксарские новости» и рассказывает о планах городской администрации по санитарной очистке и благоустройству столичной территории к майским праздникам. Работы по уборке мусора идут в ежедневном режиме, однако без сюрпризов не обошлось. В этом году роль традиционных субботников будут выполнять санитарные четверги. 7, 14, 21 и 28 апреля к муниципальным службам приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей города, студентов, трудовые коллективы, учреждения и организации. Газета сообщает, в ходе экологических мероприятий предстоит ликвидировать места захламления по 88 адресам. Будет организована уборка мусора в скверах, парках, аллеях, в лесных массивах, во дворах, гаражных кооперативах и других местах. Подробности в Чебоксарских новостях. В Чувашии стартует кампания по приему заявлений на отдых школьников в оздоровительных лагерях. Российская газета узнала о том, что в этом году процедура приема заявлений будет проходить в несколько этапов. С 9 апреля будут приниматься заявки на путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 16 апреля от родителей школьников всех муниципальных районов и городских округов, кроме Чебоксар и Новочебоксарска. С 23 апреля заявления на отдых начнут принимать в школах столицы республики, а с 30 апреля в Новочебоксарске. Что касается стоимости путевок, в этом году она составляет в среднем 13 тысяч рублей. Издание уточняет, как и в прошлые годы, в республике предусмотрены многочисленные льготы. Путевка для различных категорий граждан может быть значительно дешевле или вообще бесплатна. Подробнее об этом читайте в российской газете. Газета «Советская Чувашия» рассказывает о главных принципах предоставления льгот – адресности и нуждаемости. Как сообщает издание, даже в условиях непростой экономической ситуации, главной установкой для правительства республики остается сохранение всех мер государственной поддержки в социальной сфере, прежде всего для действительно нуждающихся граждан. Особое внимание этим вопросам было уделено на прошедшем 4 апреля совещании главы республики с членами правительства. По данным Министерства труда и социальной защиты, 346 тысяч жителей Чувашии получают различные социальные выплаты. На эти цели региональный бюджет выделяет более 10 миллиардов рублей. 309 тысяч человек пользуются государственной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг. За три месяца на эти цели направлено 430 миллионов рублей. Газета приводит и другой пример. В связи с рождением и воспитанием детей в Чувашии осуществляется 18 видов выплат. Пособия получают более 90 тысяч детей. Это 30% от общего количества детей в республике. Издание подчеркивает, согласно федеральному законодательству, изменения коснулись только пенсионеров, имеющих звание ветерана труда и продолжающих работать. Таких в республике 15%. За ними сохраняется право на получение льгот при завершении трудовой деятельности. 85% ветеранов труда получают все предусмотренные законом льготы. Об этом читайте в Советской Чувашии. Большой репортаж о прошедшем в Государственном театре оперы и балета юбилейном балетном фестивале подготовила газета «Грани». Фестивальную программу зрители и специалисты называют одной из самых интересных за последние несколько лет. Как сообщает газета, балетные вечера выдались такими, что оторвать глаз от сцены было просто невозможно. После каждого выхода артистов хотелось кричать «Браво!», поделилась впечатлениями новочебоксарка Нина Иванова. Только посмотрев этот спектакль, поняла, что настоящий балет я в своей жизни и не видела. Балерины порхали как бабочки, легкие, пластичные и гибкие. Подробности о каждом из спектаклей и множество интересных кулуарных историй вы найдете в свежем номере газеты «Грани». Это все, о чем мы хотели рассказать на этой неделе. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин